МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фермы Михайловского агро знаходятся для дороги, которая связывает мазыр со столицей краины. Так что, как говорит директор предприемства Владимир Чаранок, ничего не сховаешь. Любый беспорядок бачный одразу. Михайловское агро в Светлогорском районе на вельми добрым рахунку. Господарка одна из лепших, однако без недохопов не обыходится. Забруженность целятников, отсутность подстилочного материала. На увоходах у коровники нема дезинфекционных кюветов. На уязных воротах отсутничает дез-барьер. Возь неполный пиролик недохопов, яке выявили специалисты КДК. У господарцы работу на долгий термин откладывать не стали и одразу приступили до выправления ситуации. Нарушения, можно сказать, те недоработки, которые у нас абсолютно мама-мальская, значит, проприсутствовали. Значит, неделя прошла, мы всё это распространили. За тыдень праца проделана великое. Шестеня и парадок у коровниках, телятниках и загонах. Свежая соломяная подстилка. До бытовых и вытворчих помешканью так само пытанию больше нема. На сегодняшний день это, наверное, одно из лучших хозяйств в Светлогорском районе. Но вместе с тем и здесь допускаются нарушения. Спустя неделю после наших контрольных мероприятий, да, ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день вы уже видите, какой здесь порядок и в каком состоянии находятся животные. Дарыч и зараз наводят парадок не только на Михайловске-Магре. У Светлогорском районе распочалась активная работа по доброму парадкованию после зимы на объекту сельгазпродприемствов. Субботники проводим уже третью неделю. Завтра снова уезжают около ста человек. Помогать селу наводить парадок. По доручению президента краины комитет Держконтролю протягни и надоле проводят проверки на сельгазпродприемствах. Максим Савин, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского района. Начальник отдела будовництва Гомельского гарвыконка Мавольга Смалько откажет на питание горожан. Сустрец с ней можно будет у сираду 10-го красавика у громадской приемной областной организации «Белая Русь». Она находится у будинку по улице Лангя 17, кабинет 305. Прием пройдет с 16 до 17 годин. Необходный попередний запись. Комитет «Гомель-Аблмайомость» выставил на акцион жилые домы в Жлобинском, Лоевском и Речицком районах. Торги отбудутся 11-го и 18-го красавика. Початковый кошт объекта у нерухомости от 4 до 50 с половой тысяч рублей. Про все подробности можно доведаться на официальном сайте Комитета «Гомеля-Аблмайомость» у разделе «Нерухомая майомость». Туристичный форум «Профтур-2019» прошел у Гомеле. Его ладила унитарное предприемство «Беларусь-Турист» при поддержке областного объединения профсоюзов. Все лето, что годовая выстава поменяла свой формат. Коли ранее она проходила только у столицы, зараз у каждой в области Беларуси. Форум наведали представники профсоюзного актива из всех регионов области, представники профсоюзного туроператора и их партнеры из других краин. Им презентовали новые анимационные программы, оздоровленные комплексы и экскурсийные туры. Все свои 68 лет «Беларусь-Турист» прежде всего занимался внутренним туризмом. Мы любим, знаем нашу родину. Ну, возможно, не все исторические и красивые места нашей страны открыты. Вот этим «Беларусь-Турист» занимается ежегодно. Поэтому, конечно, в первую очередь, это новые маршруты по нашей стране. Это традиция у «Беларусь-Туриста». Каждый год мы представляем, ну, прежде всего, конечно, членам профсоюза, учитывая, что мы профсоюзный туроператор, и жителям нашей страны, и, конечно, гостям нашей страны представляем новые туры по нашей Беларуси. А кроме вандровок по Беларуси, беларусь-Турист робит ставку на туры у России, Украину и Европу. Одна из новинок – подороже у Испанию. Попытом корыстаются летние и зимовые туры у Карелию. Отпашить можно будет и на Черном море у санаториях «Укрправтур». «Укрправтур». Туристам так само пропонуют наведать сорочинские кермаши, провести коляды на хуторы поблизу диканьки. У рамках форума «Беларусь-Турист» так само отзначил поддяками тех, кто неизменно поддерживает профсоюзного туроператора. Красовик открывает дачный сезон. На жаль, час працонных десантов бывает озмороченный пожарами по нестерожности. Бестурботное обыходжение за огнем при спальвании сухой травы и смете часто оборачивается бедой. Да и стан дачных домиков, звычайно, вельми далекий от правилов пожарной безопасности. МНС усмотняет профилактическую работу с насильством. На выходных выратовальники наведали садоводшее товариство «Устинка» у населенном пункте «Прыбар» у Гомельского района. У рейд отправилась и наша здимечная группа. С надыходом весного летнего пожаронебеспечного периоду. Головная задача выратовальников – попереджение узгорания и гибели людей. На дачные поселки сопрацовники МНС звертают повышенную увагу. Теплые надворья с кожным днем притягивая сюда усе больше людей. Однако стан жилья после протяглой зимы, не завсюды отповедая нормам, выратовальники расслумачивают дачникам, як заховать пожарную безпеку домов и участков. Как показывает практика, после таких мероприятий, если они проводятся системно на постоянной основе, количество пожаров уменьшается. Люди смотрят телевизор, люди читают газеты, СМИ, они видят примеры и где-то до их сознания доходит, что нужно обратить внимание на пожарную безопасность в своем жилище. Мы всегда считаем, что мы все знаем, но лишним это не бывает. Какие-то расстояния, все это МЧС подскажет, и человеку будет наглядней и понятней. С метой научения насильництва правилам безопасности была организована работа научальной зоны «Пять кроков выратования». На этой пляси, цемь, совым жихарам, пропоновали отпрацовать навыки в случае надзвучайной ситуации, а детям – поудельничать в тематичных вольнях. Ребята в игровой форме решают определенного рода ситуационные задачи, получают практические навыки. И мы считаем, благодаря этому взаимодействию, обучению, ребята получают интересные знания, навыки, которые позволят предупредить, прежде всего, чрезвычайную ситуацию. Самое запоминающее из всего было – это то, что надзвучались в пожарную форму. Я самым быстрый был – 15 секунд. Весна. Час на веденье – парадку на земле. Воротовальники закликаючь – не робить гэта с допомогой огню. Выпаливать сухую расслідность заборонена. Гэта приводить до узгорания приватных домов, лесов, гибели людей и живел. За порушение правилов предоглядженный штраф – больше за 1000 рублей. Павел Михно, Игорь Марышенко, Телерадоакомпания «Гомель». «Здоровье для усіх» – акция под такой назвой пройчла у Гомеле. Ее промерковали до сусветного дня «Здоровье», який, что год, означается сёмага красавяка. Мета-акция – акцентовать увагу насельництва на клопот про здоровье и повысить узровень мотивации насельництва до ведения здорового ладу життя. На набережной у парку гамельчан навучали навыкам оказания первой допомоги. Так само жахары областного центра могли вымерать тиск, проконсультоваться у специалистов и пройсти тестирование. А кроме этого, в программе мероприемства – спортивные и информационно-забауляльные конкурсы. В преддверии этой даты мы решили провести такую общественную акцию для всего населения, привлечь внимание очередной раз к своему здоровью, к вниманию к своему здоровью. Это общегородская акция. Также, кроме этого, в каждом районе, не только города Гомеля и Гомельской области проходят различные акции и мероприятия. Проводятся нашими сотрудниками, волонтерами лекции о здоровом образе жизни. Они проходят не только к этой акции, а постоянно в течение года. Мы сегодня, наша организация, совместно с Красным Крестом, решили организовать своего рода праздник здорового образа жизни. То есть, все знают, что ЗОЖ сейчас в тренде, но мы хотим, чтобы этот тренд распространялся не только на людей, которые следят за своим физическим состоянием тела, за тем, как они выглядят. Мы хотим, чтобы это было больше по поводу коэффициента полезного действия, коэффициента полезного действия тела, коэффициента полезного действия организма. От выпускника этого года «Будучему». Доброченная акция под такой назвой пройшла в Гомеле. Ее организаторы – наученцы 11 класса средней школы номер 60, с которой метой выпускники провели эту акцию, ведает Вероника Гамзюкова. Упускники школы номер 60 приехали в Гомельский областный центр коррекционно-развивающего научения и реабилитации, чтобы познакомиться с хлопцами и девчатами, которые научаются тут. Мета акции – притягнуть увагу до взятий с аутизмом. Подчас мероприятия 11-классникам показали короткометражный фильм про аутизм. Створить добрый настрой и зародиться позитивом помогали удельники клоун-студии «Фэнни Ноус» – городского центра инклюзивной культуры. Просто хотели сделать добро, поднять тему данного вопроса, что да, есть такие люди, и наша обязанность – им помогать. Делайте добро, и это добро вернется к вам. Надо же чего-то начинать, и поэтому в любом случае мы все одинаковые, и мы должны как-то все всегда быть вместе. Поэтому мы считаем, что каждый должен делать какое-то добро, чтобы им тоже вернулось. Мероприемство проверковали до дня расповсюдживания информации о проблеме аутизму. Тому по завершении доброчинной акции все удельники выпустили у неба 20 синих шаров – синий офицейный колер неурадовой организации «Аутизм Спикс», которая занимается обороной прав людей с аутизмом. Акция замечательная в первую очередь тем, что это была инициатива непосредственно самих родителей, выпускников и выпускников. И сегодня мы в стенах нашего центра видим родителей и выпускников 60-й школы 11-го класса, выпускники. Они проявили такую инициативу прийти, организовать праздник для наших детей. Более того, хочу сказать, что и подарок нашему центру, нашим детям они приготовили. И подарок не только материальный, подарок, вот вы видите, и Фаню Ноус представление. До речи, наученцы Центра коррекционно-развивающего научения и реабилитации удельничают в разных конкурсах и займают первое место. Например, в переднем этапе 12-го Республиканского фестиваля Мастацкой творчества «Веселков» и «Карагод». Наученцы Центра и середних школ представили суместный танцевальный номер. 25-го красавика переможцы будут взмогаться за первое место на областном этапе конкурса. Над Гомелем гучают ритмы джаза. В четвертый раз в областном центре проходят фестивали для джазменов и прихильников этого жанра. Падея объединяла коле 150 музыкантов из разных городов Беларуси. Организатором форума выступает Гомельский колледж Мастацтвол имя Соколовского. Тут, а так само у детячей музычной школы Мастацтвол номер один имя Чайковского, на протягу 5 дней он проходит выступление. Программа включает концерты и творческая встреча с музыкантами. Ведущие педагоги и выканавцы проводят майстер-классы по эстрадно-джазовым вокале, игры на саксофоне, бас-гитары и контрабасе. Подчас круглого стола пойдет говорка о питаниях навучения детей эстрадно-джазовому выканальництву. До речи, ранее фестиваль проводили як конкурс, однако все лета его организовали в формате концертно-аддукационного мероприемства. Коллективы абсолютно разные. Есть коллективы, которые сложились буквально, вот складываются даже в эти дни, потому что участники приезжают из разных городов в Беларуси. Многие из Минска, из Гомеля, Гродно, Пинск, в общем, и есть известные фамилии. И, в общем-то, суббота, это такой самый фестивальный день будет, полдня мастер-классы, и в вечернее время с пяти часов начинают три концерта, различные коллективы в разных стилях, разная музыка. У протяг фестивалю на наступном тыдне 10-го красавяка у колледжа выступит столичный коллектив «Левчук Джаз Сейшн» с программой «Джаз Эзлав». 10-го красавяка Центральная городская библиотека имя Герцена запрошает гемельчан стать удельниками юбилейных мероприемствов, присвеченных 100 годзю с дня ее офицейных открытям. Установа гостина расчинила свои дверы для читачоу 10-го красавяка 1919 года в будинку по улице Замковой, 59. На той момент она была самой буйной в городе. Фонд складал 55 тысяч тамов на русской, белорусской, яурейской, польской, французской и немецкой мовах. У день наражения гостей вечера очакают выставы, сустречусь с цикавыми людьми, знаемство с гисторией библиотеки и ее коллекциями, забавляльные мероприемствы. Завершить юбилейный день вернисаж у кадры Герценка, подчас якого пройдет церемония узнагарожения переможцов однайменного фотоконкурсу. Первый фестиваль регби прошел у Гомеля и Гомета познайомить гемельчан с этим видом спорту. У турниры приняли удел больше за сотню человек. С удельниками и гостями спортивного света познайомились наши корреспонденты. Стадион «Промень» стал пляцовкой для первого фестиваля регби. Тут собрались профессионные гульцы с гомельских клубов «Севенлинкс» и «Кватра». А так само молодец, который хочет познайомиться с регби. Например, студентка «Белдута» Дарья Пазняк навод не видала, что такой вид спорта существует в Беларуси. Я хочу вообще попробовать этот спорт, какой он, как есть. Я отвечаю еще раз, не понимала вообще, что он есть в Беларуси, но стоит попробовать, я думаю. Думаю, возможно, прийти сюда и записаться, это интересно. Мне очень нравится пинать мяч, закидывать его далеко. У меня это очень хорошо получается. Поэтому, я думаю, я найду себя в этом спорте. Усяго у фестиваля удельничают каля 140 человек. Семь команд по 20 человек. У программы мероприемства танцы, конкурсы и показальная гульня гомельских клубов. Спортивную частку фестивалю склала эстафета с пяти этапов. Беговы, силовы, китковы, дроп-гол и эстафета с пирожкодами. Цель фестиваля была совершенно простая. Мы хотели рассказать всем людям о том, что у нас есть регби. Потому что, как сложилось, во всем мире это популярный вид спорта, а в Беларуси о нем знают только пару десятков, сотен человек и все. Мы хотели бы, чтобы знало, как можно больше молодежи. И они, в принципе, приняли участие в наших соревнованиях. Потому что гомельчане завоевывают очень хорошие награды на республиканских турнирах и также на Европе. Поэтому хотели дать возможность ребятам тоже прийти к нам в команды. Мы посмотрим на настроение ребят, мы посмотрим на отзывы, что нам скажут студенты, насколько им понравится. Если они будут довольны и веселы, мы повторим этот фестиваль, я думаю, что не раз. Идея провести фестиваль регби возникла месяц тому у гульцов гомельских клубов. Их инициативу подтримали представники областной организации БРСМ. И литерально за несколько дней распроцвали сценарии. Простритые дни у Севыну в области сустрелись на промяне, чтобы высветлить, кто лучше. Все вузы Гомельской области принимают здесь участие. Задача их, чтобы они узнали вообще, что такое регби. Рассказали своим друзьям, что есть такой вид спорта. Но самое главное для нас, как общественного объединения, это открыть для них еще один вид досуга. Свободное от учебы время, работы, неважно. Главное, чтобы они занимались чем-то полезным. Я уже вас уверяю, что это будет традиционно. Мы уже учредили переходящий кубок, который сегодня будет вручен одной из команд. И переходящий кубок говорит о том, чтобы второму этапу быть. У планах организаторов провести этим летом фестиваль пляж на гарыгбе. На его, кроме студентов, будут запрошены школьники и наученцы средних научных установ. Вероника Гамзюкова, Марина Джала, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля пройдет открытый международный турнир «Киокушин. Себровство без межа». С 19-го по 21-й красавика на пляцовце Палаца гульнявых видов спорта сберутся лепшие юные каратысты. За перемогу будут смагаться спортсмены в возрасте от 6 до 13-ти годов из Беларуси, России и Украины. Усяго приедет больше, как 250 удельников. Разыгрывать медали высшейшей пробы будут у разделах кумите и ката. До речи, у ГЭТ и ШАС в Гомеле пройдет чемпионат Беларуской ассоциации «Киокушин карате» по Тамишевары «Серот мужчин». 44-й областная выстава палеоничных собак пройдет 27-го красавика у Гомеле. Уже увядется попередняя регистрация годованцев. Проводить ее кинолог по адресу у Гомеле в улице Тельмана, дом 24, кабинет номер 15 на 4-м по версии. Это делается первую чергу для подрыхтовки каталога выставы. Зарегистроваться можно будет и в день проведения мероприемства на стадионе Гомсельмаш. Однако в таком случае собаки не смогут претендовать на жетоны и медали. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.